Это пользня по скрипту. Мы продолжаем выпуск. Глава Донецкой области, находящийся под частичным контролем Украины, призвал более 350 тысяч жителей региона эвакуироваться в связи с усилением российского наступления и объявлением воздушной тревоги почти по всей стране. Павел Кириленко заявил, что вывоз людей из Донецкой области необходим для спасения жизни этих самых людей и для того, чтобы украинская армия могла эффективнее защищать города от российского наступления. Это заявление обсудим с журналистом Алексом Якубсоном. Он сейчас присоединяется к нам. Алекс, приветствую тебя. Здравствуй, Артем. Здравствуйте, дорогие зрители. Ну вот как ты оцениваешь заявление главы Донецкой области? В частности, меня интересует, почему именно сейчас нужно эвакуировать людей? Почему этим вопросом не задались месяцами ранее, даже хотя бы в феврале, не говоря уже о годах? И это ли какой-то сигнал того, что будут ожесточенные военные действия теперь? Ну, мне трудно сказать однозначно, в какую сторону трактовать это, потому что, ну, начну с твоего, как бы, первого вопроса, почему эти мне озаботились ранее. Знаешь, во-первых, трудно было все-таки людям представить, что такая война может случиться, полновесная война с Россией, которая при этом всегда называла Украину братской страной и так далее, что это, тем не менее, может произойти, да, как бы. То, что шло с 14 века, это такая, как бы, по большей части вяло текущая война все-таки с местными сепаратистами, и хотя миллионы людей или сотни тысяч точно ушли из Донбасского региона и в ту и другую сторону, и в Украину, и в Россию, наверное, это в том числе определялось симпатиями какими-то политическими у некоторых, по крайней мере, из этих людей, а большинство просто куда было ближе, туда и бежали. Но все-таки представить вот такой конфликт уже на уровне двух государств, полномасштабный, с противостоянием двух армий регулярных, все-таки, наверное, люди не могли. Это, знаешь, очень, ну, такой Monday morning water betting, то, что называется, да, играть, как бы, по Торбека утром в понедельник, когда все игры состоялись в NFL в воскресенье вечером, да, как бы, вот, разбирать. То есть каждый видит, как там у Шаты Руставели было, что каждый видит себя стратегом, видя бой со стороны. Вот. Поэтому это просто могло не приходить людям в голову, что такое может понадобиться. Понимаешь, я не знаю, будут ли ожесточенные бои, или это, наоборот, сигнал того, что Украина, может быть, хочет увести то население, которое еще пока ей подконтрольно, на более гарантированно подконтрольной ей территории, потому что и так уже потеряно огромное количество украинского населения в этом регионе, в Донбассе, да, и не просто кто-то бежал за эти годы и за эти месяцы полумасштабной войны. Есть такой феномен, если не ошибаюсь, Зеленский утверждал где-то с месяца назад, что Россия вывезла около 200 тысяч украинских детей к себе в страну, где их будут воспитывать в духе российского патриотизма, прививать им российский взгляд на то, что случилось, на всю историю, как бы, взаимоотношений Украины и России, да, как бы, возможно для того, чтобы избежать еще одной волны, ну просто, как бы, угона в плен, в полон жителей Украины, возможно, это предпринимается, потому что, ну вот смотри, был недавно практически сдан Украиной без боя Лисичанск, последний, как я понимаю, крупный город в Луганской области, который был еще под контролем Украины. Сдан он был потому, что украинская сторона, и в частности мэр Лисичанск, сказал, что у нас, к сожалению, нет адекватных средств, чтобы защитить город и его население от бомбардировок, от российских атак, поэтому лучше мы сдадим город, пусть не подавятся оккупанты, да, как бы. Я не знаю, вот понимаешь, вот удивительная вещь, как происходит эта война. Это удивительно на первый взгляд, на самом деле, если подумать, это не очень-то удивительно, но это кажется очень, на первый взгляд, странным. Первый этап войны был провальный для России, по сути дела. Потом тоже, как бы, считается, что Украина выиграла битву за Харьков, так называемую, да, и уже мы думали, что скоро Украина перейдет в контрнаступление, и, возможно, даже путинскую армию добьет и разобьет. Ну, может быть, это как раз тот самый момент сейчас, раз глава Донецкой области говорит, что нужно эвакуировать 350 тысяч человек. Это не маленькая цифра так-то. Ну да, ну это не маленькая. Ну, вообще-то в Донбассе жило в общей сложности на момент начала войны, по-моему, миллионов пять. То есть, как бы, в сравнении с тем населением, которое изначально было, это крупный регион, как бы, да, там много больших городов, там огромная конурбация во главе с Донецком, и там другие конурбации, и Луганск, и так далее, Мариуполь. В общем, понимаешь, это то, что я хочу сказать. Я не знаю, это знак того, что Украина готовится, так сказать, ногой в зубы встречать дальнейшее продвижение российских войск, или наоборот, чувствует, что сил остановить это продвижение нет, и лучше увести свое население на более консолидированные украинские территории, чем распылять силы, потому что, ты знаешь, как бы, да пусть подавятся, понимаешь, вот как вот с Южной Осетии и Абхазии, да, вот Россия их контролирует де-факто уже 30 лет, формально они независимы уже 14 лет, и бог знает, что там происходит. Вот они там обещались, Абхазия обещала, что она будет чуть ли не мировым лидером по производству, там, катеров прогулочных, ничего не произошло. Как бы выжженная пустыня практически. Как ты оцениваешь вообще дальнейшую жизнь для тех людей, ну, беженцев, естественно, которые покинули Украину? Это миллионы людей, это не то, что там, знаешь, тысячи или десятки тысяч, миллионы людей. Я знаю, Соединенные Штаты уже приняли по специальной этой программе более 70 тысяч, если я не ошибаюсь, 72 тысячи человек на вчерашний день въехали в страну уже. Это, ты сказал, 200 тысяч детей, правильно, в Россию перемещены. Угнали, да, ну так, так заявлял, по крайней мере, президент Зеленский. Да, но ко всем этим людям, которые бежали, тут даже не к людям, а к властям, которые берут этих людей в разных страны, тут возникают вопросы. Допустим, если мы говорим про Россию, про детей, которых забрали из Украины, ну, вот у меня сразу возникает вопрос, а удастся ли России воспитать в патриотическом российском духе вот этих детей? Или эти дети все-таки вырастут и будут понимать, что эта страна, в которой они живут, поглотила там, или как минимум изменила их жизнь, да, то есть они могли расти в своей стране, на своей территории, а теперь они находятся на другой территории. И что касается других беженцев, которые, например, здесь в Америке, понимаешь, эта программа, которая создана на два года, это, по сути, каждый день возникают вопросы к ней. Например, люди, которые приехали, ты наверняка видишь в Фейсбуке множество постов, да, вот первым, что они пишут, я из Украины ищу работы, но документов нет. То есть они приехали по этой программе, но нет еще social security number, нет еще рабочего разрешения, потому что иммиграционная служба выдает эти рабочие разрешения в течение нескольких месяцев. Хорошо, если это полгода, иногда больше. То есть эти люди прибыли сюда, а дальше-то что? Ну, Артем, ты знаешь, при всем уважении к тебе это немножко такой демагогический вопрос, потому что, естественно, такие ситуации всегда создают огромное количество проблем, и бюрократия по определению не сможет за ними сразу угнаться. Похожие времена были, например, в 80-м примерно году, когда была очередная волна кубинского кризиса, когда не очень нами наши общинолюбимые персонажи, вроде, скажем, Джесси Джексона, громче всего кричали, что давайте этим людям работу, давайте их как-то обустраивать. При том, что большинство кубинских иммигрантов довольно как бы правого толка. Кстати, многие наши зрители, наверное, помнят замечательный фильм «Скарфейс», «Человек со шрамом», «Сао Пачино» и другими замечательными актерами, которые как раз про эту волну, про криминальные элементы, которые вместе с ней пришли. Много есть проблем, но, понимаешь, если ничего не делать, не пускать этих людей вообще или не создавать эти программы, в том числе наделение их social security, разрешением на работу и так далее, так ничего не... Алекс, я тебя перебью, возможно, ты неправильно понял меня. Я не говорю о том, что не нужно создавать эти программы, нет, ни в коей мере. И даже я не ругаю в данном случае правительство, нет. Я хочу спросить о судьбе этих людей в дальнейшем. Ну, вот как ты видишь, через два года, например, эти люди, что, они покинут все-таки Соединенные Штаты? Или они просто закрепятся здесь? Это может быть по-разному. Во-первых, это зависит в огромной степени от хода этой войны. Если все-таки Украина переломит ее ход, нанесет поражение, вернет себе территорию, эти люди смогут вернуться домой. У меня есть знакомая, которая вместе с родителями какое-то количество провела примерно месяц где-то в Голландии беженкой, и потом ей там надоело, она вернулась уже в Харьков. Вот, при том, что Харьков по-прежнему бомбят. Многие люди вернулись в Киев, например, кто-то считает, что русских вроде бы надежно оттуда отогнали, кто-то просто как бы не может без родного города. Кстати, ты вот спросил по поводу того, судьбы тех тысяч или сотен даже тысяч украинских детей, которых угнали в Россию. Это тоже зависит от того, сколько это продлится, сколько они там проведут, в каком возрасте их угнали. Понимаешь, если ребенка угнали в 5 лет, это одно, а если в 15, то другое. С гораздо большей вероятностью он запомнит как бы дух своей родной страны и будет подвергать сомнению то, что ему будут пытаться впихнуть. Да, он будет смотреть волчонкам на это. Вот, 5 лет тоже возможно, но все-таки 5-летнего, тем более 5-месячного, если есть такие, переделать гораздо легче. Вот, понимаешь, через 2 года, я думаю, эта проблема рассосется в значительной мере, потому что это люди зачастую очень образованные, достаточно подготовленные, к сожалению, для многих уроженцев самой Америки, в частности, выходцев, скажем, цветных общин, из бедноты белой, гораздо более подготовленные к успеху в Америке. Если они не знают английского, они многие приезжают в возрасте, когда не могут успеть его выучить. Многие знают английский. Многие обладают профессиями, которые сразу же сходу дадут им возможность здесь как-то хорошо обустроиться. Поэтому и не забудем огромную уже существовавшую украинскую общину, плюс русскоязычную общину в более широком смысле, другие общины, там, еврейскую и так далее, и просто американскую в целом общество, которое исполнено. Люди всех, так сказать, walks of life, и в том числе политических, всех взглядов, либеральных, консервативных, каких угодно, исполнены сострадания и сочувствия Украине. Я живу на Стоитон-Алинде, и здесь, по-моему, в последнее время только прибывают, скажем, домовые, автомобили с украинскими флагами на них. Вот люди, кстати, ну я сегодня сменил свое кавер-фото на Фейсбуке, но до этого примерно недели две у меня был кавер-фото, где я обнаружил на одном из пляжей, на трех больших камнях, граффити в виде украинских, трех украинских флагов. Вот. Я думаю, что этим людям здесь пропасть не дадут. Но, конечно, хочется, чтобы через два хотя бы года у них был выбор продолжать здесь или вернуться в родную страну. Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время и присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якубсон. И на этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе Пульс дня. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова